Всем привет! С вами Наталья на своем канале Сад и Огород. Круглый год. Но дача это прежде всего сад. Это плодовые деревья и кустарники. А за ними нужен уход. Казалось бы, посадила и все. Нет. Нужно обрабатывать, отвредить или удобрять. Ну, что используют садоводы, огородники, в том числе и я? Конечно, препаратов сейчас очень-очень много. Один из простых способов это железный купорос. Это сульфат железа. Что он из себя представляет? Это голубовато-зеленоватый кристаллический порошок. Но он имеет контактного действия. Что значит контактного действия? То есть он смывается дождем. Нужно подобрать погоду, чтобы обработать плодовые деревья, а также кустарники этим препаратом. Обрабатывать этим препаратом можно только после того, как сбросили листву, деревья, кустарники. Если это сделать раньше, то могут получиться ожоги. Поэтому делать этого нельзя. Можно обрабатывать весной. Но весной тоже нужно до распускания почек. Даже я бы сказала до набухания почек. Потому что тоже был такой вот горький опыт, когда мы обработали деревья и пострадали персики. Так как персики уже были хорошо набухшие почечки, почечки сгорели. И в том году у нас, в общем-то, плодов персиков не было. Поэтому я придерживаюсь того мнения, что я обрабатываю все-таки осенью железным купоросом. Это более надежно. И, в общем-то, не боюсь, что пострадают деревья. Что мы делаем? Что мы делаем? Ну, давайте посмотрим. Я сказала, что это такой вот кристаллический порошок, зеленовато-голубого цвета. Ну, вот, открываем. И что мы видим? Выглядит и не голубоватый, и не зеленоватый. Ну, так как уже много лет я пользуюсь вот этим вот препаратом, то могу сказать, что, вы знаете, да, действительно, есть упаковки, где явно зеленовато-голубоватый, а есть вот такой вот. Я не знаю, может быть, это от хранения зависит, от чего. Но будем использовать такой, какой есть. Значит, и мы заливаем, заливаем водой. Вот перед тем, как снимать, я закипятила воду. И сейчас, ну, наверное, градусов 60 вот эта вот вода. И мы заливаем. Холодной водой просто он не растворится. И превращается вот в такую вот, видите, грязную, болотную, можно сказать, жижицу. Ну, конечно, вы знаете, я уже обработала в начале ноября. В начале ноября мы уже обрабатывали сад. Но дело только в том, что я сказала, что это контактного действия. Контактного действия – это значит, что смывается дождем. И так получилось, что после обработки, в общем-то, через 2 часа пошел дождь. И, конечно, уже того эффекта не будет. Но вот та пачечка, которую я обрабатывала, вот было действительно как написано – голубовато-зеленоватое. Ну, а это какая-то вот уже грязноватая. Ну, будем надеяться, что нам она все равно поможет. Значит, для чего мы обрабатываем деревья? От вредителей мы обрабатываем. Но, в первую очередь, это, конечно, от всякого рода заболеваний. От парши, от всяких лишайников, которые могут быть на деревьях, очень хорошо обрабатывать. Ну, и плюс, конечно, это как удобрение. Это как удобрение идет. Ну, так, давайте посмотрим, растворилось или не растворилось. Ну, надо подождать. Вот надо подождать, и вот легко. Вот тогда вот мы заливаем бочок. Значит, очень такая вот упаковочка, да, очень удобно. Почему? Даже если вы не знаете, то вы сразу увидите, здесь все написано, для чего можно использовать железный купорос. Значит, это как антисептик, как защита растений, а также микроудобрение. Значит, для подкормки растений, для профилактики и лечения хлороза, вот у меня в этом году, вы знаете, вроде не болели, у меня гортензия запалила хлорозом. И в первую очередь, конечно, и обработала вот этим железным купоросом. Ну, вы знаете, от вредителей, сказать, что так сильно помогает, ну, нужно дополнительные средства для этого. Ну, и для уничтожения запахов, дезинфекции разных помещений, туалетов, в основном, дачных у нас, вот такие вот. И тут же есть норма и способ использования. Очень хорошо все написано. Значит, для того, чтобы, вот как осенью мы обрабатываем деревья, кустарники, это полкилограмма, вот такая упаковочка, на 10 литров воды. Ну, на кустарники даже рекомендуют на 12 литров воды. Здесь не написано, но вот уже из опыта вам говорю. Дальше, для хлороза, хлороз мы лечим уже летом, а для этого очень маленькая доза, 50 грамм, тоже на 12 литров воды. И также, это уже если лечение. Ну, а профилактика, то это вообще 10 грамм на 12 литров воды. Ну, вы знаете, много есть разговоров про железный купороз, то есть, стоит его использовать, не стоит, что он малоэффективен. Вы знаете, так как я его и многие используют именно осенью, когда у нас нет плодов, нет цветов, так сказать, да, то мы без опыта, он мало токсичен. А есть много препаратов, которые можно обработать весной, летом, но они очень токсичны. Ну, и плюс у нас уже есть плоды на кустах, на деревьях. Поэтому, вот, кто спрашивал, чем я обрабатываю, я обрабатываю железным купоросом осенью. Обработала, как я сказала, уже один раз, но пошел дождь, ну, будет как удобрение. Его можно два раза обрабатывать. И вот сейчас, хоть, казалось бы, 26 ноября, это, ну, не во всех климатических зонах, но у нас уже после снегов опять потеплело, и хорошая температура, то есть, плюсовая, и можно спокойно обработать железным купоросом. Ну, в общем-то, рекомендую. Кто еще не обработал и позволяет погода, и еще нет мороза, можете это сделать. С вами была Наталья. Всего наилучшего!